Всем привет! И мои руки наконец-то добрались до камеры. Давненько я не снимала новые влоги, потому что всё это время у меня была забита голова совсем другими вещами. Я хочу от всей души поблагодарить каждого из вас, кто помог в нашей ситуации с мамой. Вас было нереально много. Я, честно сказать, не ожидала такой отдачи. Мы собрали сумму, которую я писала в инстаграме в посте, меньше чем за сутки. И я вам просто очень безгранично благодарна. Я боялась выкладывать этот пост, боялась остаться незамеченной. И, в общем, боялась я. Боялась, но всё прошло как нельзя здорово. Поэтому спасибо вам большое ещё раз. Смотрю тиктоки. Я, блин, учусь сводить треки, сажусь каждый вечер, снимаю эти каверы, пою чужие песни, трачу на это своё время. А заходят видосы. Ты пукнула? Ты пукнула? Остановитесь, землю, я сойду. У меня в 6 утра фотография твоя. Горят воспоминания о тебе. Я ещё не проснулась. Поднять меня подняли, разбереть забыли. И сейчас я буду сильно возвращаться на камеру. Как знаете, у меня есть домашняя музыкальная студия, где я записываю все свои каверы, свои песни и так далее. Но так как квартира новая, она ещё не обставленная, здесь очень плохая звукоизоляция. Я хотела решить этот вопрос недорого, быстро. Ну и как вы понимаете, скорее всего, у меня этого не получится сделать, потому что я заказала акустический экран. Я думала, что он придёт нормального размера, а сейчас покажу, что пришло. Вот это, понимаете? Что это такое? Это если портило, у меня настроение, оно всё утро. Я его сейчас буду распаковывать. И мы посмотрим, что это за хрень за 3,5 тысячи рублей. Я реально думала, что он большого размера. Что мы видим? Мы видим. Профессиональная, вокальная, экран. Понимаете? Ну что? Нет, истины. Чудо не произойдёт. Он вот такого размера. Вы понимаете? Вот моя рука. Она у меня маленькая. Вот микрофон. Ну типа микрофон, конечно, он закроет, а всё остальное я не знаю. А что он такой дорогой выглядит? Да вот у меня тоже вопрос, почему эта хрень маленькая такая-дорогая. Выглядит это вот так. Или вот так? Да маленькая. Ну вот такая вот хрень получилась. Не знаю, мне кажется, здесь очень большое расстояние от микрофона до экрана. И он вообще никаким образом не спасёт ситуацию. Но надо будет тестировать, смотреть. Выглядит, конечно, прикольно. Может быть, это лучше, чем ничего. Просто обидно будет, если не оправдает. Не оправдает. Но, по крайней мере, в Озоне у меня есть 30 дней, чтобы вернуть эту шляпу, если что. Новый день. Новая история. Я, в общем-то, сдала акустический экран, который я вам показывала в этом влоге. Потому что он абсолютно оказался бесполезным. За 3,5 тысячи рублей пришла какая-то хрень. Поэтому звукоизоляцию будем думать какую-нибудь другую. Я сейчас записываю кавер на Иксо, что покажу вам немножко, немножко процесса. Сегодня я решила записывать всё в Гаражбенде, потому что нашёлся парнишка, который будет мне всё по бартеру сводить. Вот мои дорожечки кавера. Здесь у нас оригинал висит, чтобы понимать вообще, о чём речь и как вообще поётся песня. Вот. Ну и, собственно, мой микрофончик, мой красивый вид из окна и мой чатик в ТикТоке. Зачем тебе такая прическа? За тем, чтобы быть красивой. За тем, что мне так нравится. Наконец-то в моей жизни начало происходить что-то интересное. Несмотря на то, что в Краснодарском крае продлили карантин аж до 21 июня, что, естественно, полный ***, будем развлекаться как-нибудь сами. И сегодня мы снимаем клип на мою песню, которая совсем скоро выйдет, на песню «Бежать». И покажу вам наш бэкстэйдж. Вы видали оператор у меня на какой тачке гоняет? Откуда это такая крутая тачка? Охренеть просто. У мужа насосало. Да, почему нет? Всё готово. Колонка. Телефон. Оперейтор. Е-е-е. Я тоже вроде готова, но... Ты тоже сейчас посмотрю? Ну, вроде не знаю. Короче, нам всё надоело, мы поехали в Киевси. Мы поняли, что со светом мы ничего толкового не снеем. Нам нужно ждать сумерек и темноты, чтобы всё подсветить, красивенько сделать. Так что едем хавать. Ты поел? Вау, так красиво, подожди. О май гаш. О май гадабел. Да, Мила. Ты что, crazy? Рассказывай, как тебе в Сочи? Тут классно. Тепло. Да? Море, да? А, вот. Правда, этот... Парни красивые, вы где? Найдите меня, пожалуйста. Я постоянно здесь тусуюсь, хаваю киевси. Вот тут вот. Да. Ой, ширинка растянулась. Даже... Мама, мама. Мама, мама. Мама. Минус одно зеркало. Бля, такое может произойти только со мной. Хей, гайз. Короче, я очень довольна тем, что у нас происходит. В принципе, все происходит достаточно быстро. Прошло всего пару часов, как мы снимаем. Я, правда, уже успела разбить зеркало, но это мы тоже использовали в плюс. Сейчас будем снимать около трейлера. И потом еще снимем в тачке. Я думаю, что это последние уже кадры. Ну и что, собственно, ждем клип. Ждем клип, ждем эту пушечку. Наконец-то, наконец-то началась какая-то движуха. И вчера мы сняли клип. Сегодня еду на дегустацию вкуснейшего мяса. Или ребрышек. Я не знаю, что там ребята приготовили, но должно быть вкусно. В общем, мы приехали в Морскую симфонию. Это такой жилой комплекс недалеко от Адлера. Здесь вот такие вот приблуды. Здесь лежит мясо. Оно уже готово. И меня это немножко удивило. Я говорю, а у тебя что, все готово уже? На что мне повар сказал, что это какое-то универсальное мясо, которое готовится аж на чуть ли там не на 30 дней. Его можно разогревать спокойно и употреблять. Я такое еще не пробовала никогда в жизни. Поэтому сейчас будем пробовать. Мне даже интересно, что это такое. Я такое не кушала никогда в жизни. Вот сейчас я сама там ухожу. Я это просто. Барбекю. Огонь просто. Это вообще что-то с чем-то. Посмотрите, посмотрите на вот это. Но ты обязан тебе рассказать, как ты к этому пришел и что вообще мы сегодня употребляем. Собственно, довольно долго я уже готовлю мясо и стейки стали обыденными. Я решил готовить американский стиль. Техасское барбекю. Я такого не пробовала еще никогда. Это просто что-то такое, что реально оторви ебало. Тебе надо было назвать свое кафе оторви ебало. Ты бы не прогадал. Оно почти так называется. Вот. Собственно, да. Это большие отрубы. Долго коптятся и томятся одновременно в оборудовании, которое называется смокер. Вот. То есть это копченая, да, получается? На коптице. Смокер. Это на дыму. Сколько это обычно вообще стоит в ресторане? В ресторане? В Питере я знаю, что 6500 стоит за килограмм. Вот такого деликатеса. Огонь. Я даже не знаю, в Москве сколько это стоит, но я в Москве такого не видела. Блин, ребят, после этого я не знаю, как можно стать веганом реально. Это преступление. У вас возможность попробовать такое? Да, я хочу. Попробуйте. Как оно называется обычно блюдо, ну, если в ресторан прийти? Ребра техасские парпетиты. Говяжие ребра. Ребра техасские парпетиты. Beef ribs. Ребят, вы даже не представляете, что сейчас происходит. Как работает вселенная? Я вчера выложила сториз о том, что очень сильно хочу мопса. И сегодня одна моя подписчица написала мне, написала, что они буквально два дня назад купили ребенку мопса, но не могут привыкнуть к запаху. И, короче, ребенок не готов абсолютно. И они сказали, просто мои, приезжай, забери собаку, потому что мы знаем, что она у тебя будет точно в надежных руках. И я сейчас иду забирать мопса. Что? Зайка! Зайка! Если вы пришли, пойдем. Она просто носилась недавно, поэтому... Ты выстала, что ли? Уморилась. Ребят, I don't believe. Посмотрите на нее. еще раз посмотрите. Субтитры делал DimaTorzok Ну, собственно, ребят, готовьтесь, теперь мой контент будет состоять из вот этого чуда Что, день второй? Где мама? Бетти, Бетти Бетти уже базирует Балдеж Девочка Вчера, возможно, все сумбурно получилось И все было на диких эмоциях И мы с мамой до сих пор на самом деле на эмоциях Собрала я малышку И она должна была быть наша Кажется, нас обманули, что мопсы очень спокойные Носится просто как серьезная большая собака Начинает грызть провода Уши Маму надо любить Нельзя маму кусать Кто это такой? Кто это такой? Кто это попался мне здесь? Все Ты в плену Придется воспитывать Серьезно причем Воспитывать Девочка, хулиганка Хулиганка, пока что хулиганка, конечно Нельзя маму кусать Ай 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 Ай